С вашего позволения, по заводу быстренько, вот Михаил Васильевич расскажет об основных производственных моментах. И тогда уже сядем и поговорим о том, как мы дошли до такого вывоза. Вперед! Пойдемте, рад вас приветствовать. Пойдемте сейчас у нас, наш коллега Игжанович, пойдем. Значит, у нас вот, я думаю, он похвалится нашим производством, нашими успехами, и мы вместе прокомментируем. Пойдемте. Местные журналисты не раз бывали на Балаковском мусоросортировочном заводе. Во-первых, потому что интересно, как это работает. Во-вторых, церемония открытия предприятий проходила несколько раз в присутствии высоких гостей, и пропустить эти визиты было нельзя. Но если раньше общение руководства завода и прессы имело разъяснительную тональность, то после появления регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, представители СМИ задают все больше вопросов и озвучивают все больше проблем с вывозом мусора. И в этот раз за доброжелательным тоном представителей рекоператора скрывалось заметное волнение. И понятно почему. Все мы знаем, какие проблемы возникли со сбором и вывозом мусора с 12 августа. — Огромное количество ТКО лежит возле ваших новых пластиковых баков. Вы говорили, что вы будете это вывозить. И вы сейчас говорили, что есть мониторинг у вас по фотографиям полностью, что у вас до и после. — Коллеги, значит, ситуация с вывозом у нас обстоит следующим образом. Еще раз подчеркиваю, скрывать мы ее не будем. То, что вывозится мусор, значит, не всегда качественно, в этом у нас есть полное понимание. Теперь вопрос нерегулярность вывоза, который вы ставите, неопрятность, значит, отдельных контейнерных площадок. Я понимаю, что их много. Ответ. Мы с этим работаем. Во всей России при наступлении, при введении института рекоператора, количество отходов, которые вдруг образовываются в городах, официально увеличивается раза в два, в три. — Вы сказали, у вас в два раза увеличился вывоз таково. В связи с чем? С тем, что у вас территория увеличилась? — Территория увеличилась. — Ну, то есть это не объективно показать, что стало мусора больше, да? — Нет, ну, мусора изначально было больше из-за того, что были проблемы переходного периода. А сейчас просто и то, что нам дали участок, как я убирал до того, он у меня был в два раза меньше. И сейчас, естественно, он сейчас в два раза больше. — Итого, под итог, все-таки, получается, мусора не увеличился. Это был просто переходный период, когда у вас увеличены нагрузки. А мусоропоступление, я так понимаю, увеличилось у вас на мусорзавод, да? — В целом у нас и по тем, что привозят, у нас привозят они по весам. Вот то, что можно говорить. То, что было на завод поступало до этого, до этого, да. На завод поступает теперь в три раза больше. — Представители регионального оператора не раз заявляли, что общий объем мусора, который поступает на переработку, увеличился почти в три раза именно с 12 августа. И внезапно начались проблемы с вывозом. — Если слово «внезапно» не подходит, это про эрогистическую продуманность о переходном периоде, да? Давайте уж говорить прямо. То есть мы создали искусственную ситуацию, мы предвидели эту ситуацию, потому что ваша задача — обелить все отходы. И вы знали, что они появятся, черные отходы. Почему не были подготовлены промышленность, не были подготовлены, но это не к вам вопрос, понятно. — Второй вопрос. Сколько сейчас на данный момент завод поступает таково в сутки? Всего? Вот сюда, на этот завод, в Балаковский дает. — От 250 до 300. — А сколько на конвейерной линии у вас работает человек? — На сортировке. — На сортировке. Сейчас? Вот сейчас. — 10 человек. — Разделить? И всегда 10? Но очень меньше? — Нет, нет. У нас кто-то в отпуске, кто-то на дальнейшем. У нас человек 12 человек. — Угу. Двенадцать разделить? 250 тонн разделить на 12? — Нет. Сколько человек должен переработать? — Ну, в среднем где-то 500 килограммов где-то он перерабатывает. — А должен? Если 250 тонн разделить на 12? — Ну, у нас тут же ведь то, что зашло, у нас же еще остается на второй день. Например, мне просто... — Ну, там все равно 12 человек. — Двенадцать человек, но у нас еще и подсобники там тоже помогают, когда у нас завалы. — Взбиваем ли мы перерабатывать весь мусор? Ответ — да. Потому что здесь работает в массе свой механизм. Вот из этих 250 тонн, которые сюда зашли, да, значит, примерно четверть сразу уходит на площадку КГО, где они проходят через Шведеры, вынимаются оттуда металл, да, то есть вот проходит мусор, обработку и измельчение, и дальше едет на полигон. Дальше вот тот мусор, который вы видите сейчас, вот мы еще раз прошли, да, там почему нет ажиотажа? Потому что вот этот вот прямоточный конвейер, который установлен в Балаковском заводе, он по надежности и производительности, мне кажется, получше саратовского, получше энгельского в чем-то будет. В чем? Потому что вот этот вот барабан, он не просто вандалоустойчивый, да, он еще и технически очень, скажем так, простой и, соответственно, неломкий. И после того, как мы используем еще же не просто ручной труд, да, это, значит, основную работу все равно выполняет механизм. Разрыватели пакетов, пресса, барабан, пластинчатые конвейеры – это механизмы работают, не люди. Но о каких механизмах, которые уменьшают объем сортируемого вручную мусора, идет речь? Вот погрузчик из общей кучи отходов перевозит партию в разрыватель пакетов. Затем мусор по транспортной ленте идет в помещение завода. Вот он поднимается в кабину, где трудятся сортировщики, которые выбирают отдельные фракции. То есть, получается, что весь объем подлежит ручной переработке. За исключением крупногабаритных отходов и веток – это четверть от общего объема. Но члены молодой гвардии не согласны с тем, что 300 тонн мусора вообще поступают на завод за сутки. Они провели целый день возле предприятия с 8 часов утра до 5 вечера. Попали практически в пик активности. С 10 до 12, где-то с 15 до 19. За это время мимо активистов проехало всего 49 машин. 33 из них заехали на завод, 16 направились сразу на полигон. Одна из них, не разгрузившись, поехала с полигона обратно в город. Один мусоровоз доставляет на завод от 2,5 до 3 тонн прессованного мусора. То есть, получается, что в день эксперимента молодой гвардии поступило максимум 150 тонн отходов. Из них 100 тонн попали на завод. Выходит, что в часы пик на переработку поступила лишь третья часть от заявляемого руководством объема. Когда же поступает оставшаяся часть и есть ли она вообще? Добавим, что завод работает не круглосуточно. Соответственно, все 300 тонн отходов необходимо переработать за одну смену. Конш Калий Игоревич, сколько ты сейчас работаешь по времени? Сутки. Сутки. А времени у нас получается где-то часов 11. Представители регоператора соглашаются с тем, что балаковцы больше мусорить не стали. А мусорный коллапс в городе произошел из-за неграмотного планирования переходного периода. Когда же нормализуется ситуация с вывозом отходов в Балакове, неизвестно. Жители до сих пор высказывают недовольство качеством предоставляемой услуги и не хотят платить за нее полную стоимость. И лишь в отчетах регионального оператора все красиво и чисто.